Привет, друзья! Меня зовут Игорь Мороз, я автор канала MarosLife и в сегодняшнем выпуске я расскажу о самых популярных ошибках зарабячан в Чехии. Поэтому смотрите это видео до конца и не переключайтесь. Поехали! Одной из самых популярных ошибок это то, что будущие работники в Чехии считают свои зарплаты, не отработав еще ни одной минуты на новой работе. Ведь на самом деле просчитав свою зарплату, услышав информацию от посредников или будущего работодателя, просчитать невозможно на самом деле до копейки сколько вы заработаете денег. Это самая популярная ошибка и я вам скажу мы тоже ее придерживались, потому что нам давали информацию там примерно 200-220 часов. Мы умножали на те же там отработанные часы 100-110 крон, понимали какая ожидает нас зарплата, но по факту, ребят, когда вы приезжаете уже в саму Чехию, попадаете на одно из производств, там завод, будь ли это склад какой-то, либо еще что-то, то оказывается на практике чуть-чуть другая ситуация. И в нашем случае была такая же ситуация, когда мы рассчитывали работать по 12 часов, а на самом деле работали по 8 часов. И в итоге уже первая проблема, с которой ты сталкиваешься и начинаешь уже понимать, что тебя где-то обманывает, потому что информация в сообщении или в мейле была, допустим, одна, чтобы можно работать максимум там 250-300 часов, а по факту ты получаешь 165, обычную норму. И уже получается нестыковка. Так что, друзья, мой вам совет, не нужно ни в коем случае просчитывать наперед ту цифру, которую вы к себе загадываете по заработку. Это очень большая ошибка. Естественно, все будут считать, все будут просчитывать и понимать примерно, что можно получить. Но я вам скажу сразу, учитывая нынешнюю ситуацию с короной, с этими болячками, которые закрыли границы ЕС и нету много работы на заводах Чехии, планируйте себе реальную норму 165 часов и от нее отталкивайтесь. Это будет более правильно, чем вы себе напланируете или ваш будущий работодатель даст вам, к примеру, 300 часов, вы себе их умножили, приехали, а по факту чуть-чуть другая ситуация. Поэтому так делать не нужно. Сюда же еще можно отнести и то, что в реальности вы приехали в период отпусков, который происходит здесь в Чехии, это может быть август месяц, либо декабрь месяц, когда уже всех отправляют на отпуска. И работы, соответственно, очень мало, потому что раньше, до коронавируса, все это планировалось на года вперед и закрывали работники трехмесячных виз, которые приезжали в Чехию, тех людей, которые работают постоянно и уходят в отпуска на эти месяца, то сейчас, опять же, проблема с заказами, проблема с поставками, проблема с материалом. Это тоже все нужно учитывать. И, соответственно, здесь уже и вырабатывается нехватка часов. Вторая самая популярная ошибка будущих работников Чехии, это то, что ребята думают, что их здесь ждут, как манну небесную. На самом деле, ребят, это не так. Вы обычная рабочая сила. Мы в том числе, которые здесь находятся на долгосрочных условиях, то есть по долгосрочным визам, рабочим картам, все просто рабочая сила, которая закрывает определенные дыры на производстве. Будь то долгосрочная перспектива, будь то краткосрочная перспектива, поэтому не нужно думать, что прям без вас здесь не обойдутся. Да, вот такая вот горькая правда. Можете меня сейчас захейтить, рассказывать, что ты там несешь какой-то бред. Но на самом деле, это реальность такова, что здесь никто никого не ждет. Да, есть большая нехватка кадров. На данный момент в Чехии не хватает около 400 тысяч рук. Но, опять же, не забывайте, это не просто 400 тысяч рук на какое-то автопроизводство. Это всего по всей Чехии. И есть такие позиции, на которые даже приезжий зарабичанин не будет работать. Поэтому, ребят, еще раз повторяю, это самая популярная тоже ошибка. Здесь никто никого не ждет. Одна из распространенных ошибок будущих работников и зарабичан, которые приезжают в Чехию, Это то, что ребята думают, что им все должны, как земля колхозу, с самого старта. То есть, потому что они думают, что приехали из своей родины, бросили все свои семьи и так дальше. Что Чехи будут за ними бегать и предлагать самые лучшие условия. Но, на самом деле, это, опять же, не так. Плюс играет очень большая роль незнание языка. А еще самая большая роль играет то, что некоторые ребята не хотят вообще в упор учить этот язык, потому что говорят, что он им не нужен. Поэтому, ребят, тоже здесь это самая популярная ошибка. Не нужно думать, что вы приехали, вам тут все предоставят на максимум, потому что вы самые лучшие, best of the best. Такого не будет. Вы приехали, заработайте себе авторитет, получите свои отработанные часы. Если получилось больше рубануть бабла, рубите, больше часов отработайте. Рубите и уезжайте себе спокойно домой. И там дальше уже стройте свои планы на будущее. Одна из популярных ошибок наших работников. Хотят работать больше положенного. Не забывайте, что норма в Европейском Союзе по часам максимум 168 часов и не больше. Но, опять же, наш народ приезжает сюда, думает, что 165 часов этого мало. Плюс начинает обижаться на всех, кто им обещал больше. И когда этого не происходит, то есть в реальности теряют надежды на все, плюют на всех и говорят, что все плохие, обещали одно и получилось вообще другое. Я согласен, конечно, с вами, когда вам пообещали 300 часов работать на каком-то автозаводе, а вы приехали, вам сказали, вообще работы нету, скажите спасибо, что вам дают обычные нормы по 8 часов. Это обман, самый прямой, непосредственно. Тут даже никто не спорит. Но запомните, раз и навсегда, все работают обычный график, стандартный, расписывается изначально 168 часов. Будь то 12-часовые смены, будь то 8-часовые смены. Если есть какие-то зазоры, есть дополнительные возможности дать тому же мистеру, либо пардяку дополнительные часы, либо закрыть, опять же, какую-то дыру вами и вашими силами, то это супер. То это будет вам при час, вы будете получать дополнительные часы, и, соответственно, зарабатывать дополнительные деньги. Но изначально вам никто не даст обязаловку работать по 12 часов, потому что это нарушение норм. Бывает еще такая ситуация, когда дают работать больше, чем нужно. Кто-то, конечно, приезжает работать по 8 часов и его устраивает. Кто-то приезжает и говорит, что ему мало. Но когда дают, допустим, работать по 12 часов, там, например, 6-дневку, ребята, это тоже, вдумайтесь, 12 часов, 6 дней подряд. Это очень тяжело. Я лично работал по такому графику, я знаю, что это такое. Я знаю, что через неделю уже ничего не понимаешь, потому что ты автоматически превращаешься в робота, который отбывает эти смены, ухудшается качество работы, ухудшается здоровье. Поэтому тоже нужно думать, на что вы соглашаетесь изначально. И я вам скажу, много таких нюансов есть, когда дают уже больше работать. Тогда уже люди начинают завоевать и понимать, что, блин, тяжело на самом деле так работать по 12 часов, а заднюю уже дать не можешь, потому что уже расписали тот график, и на тебя уже возлагают какие-то надежды, а ты же, соответственно, не можешь, еще раз повторюсь, давать заднюю. И начинается, конечно, беда. Ну и опять же, как правило, когда дают большое количество часов, не соответствует форма заработной платы, то есть дают меньшее количество зарплаты. Ну, как правило, это, допустим, по 100 крон в час и по 12 часов, из которых записывается 11, потому что час идет на обед. И, соответственно, вы работаете 12 часов, зарабатываете 1100 крон в день, когда, опять же, можно работать 8 часов, допустим, по 130 крон, зарабатывать 1000 крон в день. Самой частой ошибкой в последнее время, да и не только в последнее, наверное, и ранее было, это то, что ребята, которые приезжают работать в Чехию, считают, что жилье для них должно быть бесплатным. Не будет никакого бесплатного жилья, тем более с офигенными хорошими условиями, где вы будете жить сами, либо там вдвоем, в комнате, либо втроем максимум. Наблюдая за тем фактом, что где есть бесплатное жилье, там, как правило, маленькая зарплата, это один из главных факторов. Где выше зарплата, то, соответственно, дается платное жилье. То есть, по сути, уровняловка такая себе, средняя зарплата, допустим, работников на 3 месяца составляет где-то 22-25 тысяч крон, из которых уже будет вычитываться ваше жилье. Как правило, это стоимость от 3 до 5 тысяч крон, в зависимости от региона, в зависимости от города, ну и зависимости тоже от работы. Ну и агентура сюда тоже, конечно же, вписывается, потому что вся работа идет через агентуры. И опять же, есть варианты, когда предоставляется бесплатное жилье, но, как правило, там заработок идет по 100, там, 110 крон в час. Если предоставляется чуть выше, там, 120-130 и там погнали до 150 и так дальше, то там жилье в любом случае будет платное. И, как правило, где-то в районе 5 тысяч крон. Нельзя просто реально пойти сейчас в Праге, например, или там в Брно, в Пилзне или в каких-то других городах, взять и снять жилье за 5 тысяч крон. Потому что отдельная квартира будет начинаться от 10-15 тысяч крон, в зависимости от условий, конечно же. И никто даже не думает о том, что чехи, которые работают на таких же условиях, которые работают с вами плечо к плечу, платят за свое жилье, платят за коммунальное жилье. Я вам скажу на своем примере, когда наши ребята на заводе, допустим, Митсубиси, говорили, что мы приехали, нас бесплатное жилье, потому что они приехали по рабочим картам, и по договору просто обязаны работодатели обеспечить жильем. Но, опять же, условия бывают разные, потому что мы попадали по рабочей карте на платное жилье, кто-то попадает на бесплатное. Но дело сейчас не в том. И говорили чехам, что у нас бесплатное жилье, и мы получаем зарплату 17-18 тысяч чистыми, то чехов были вот такие вот глаза. Потому что они платят коммуналку минимум 3,5-5 тысяч крон у себя в Чехии. То есть это уже, вам посчитайте, стоимость того жилья, который предоставляют некоторые агентуры, и предоставляют, кстати, очень неплохие условия. Оплачивают же опять чехи проезд, даже на тот же бензин, на автобусы и все остальное. А ты приезжаешь сюда в Чехию на все готовое, то есть ты не ищешь жилье, ты приезжаешь на готовое жилье, еще и живешь там бесплатно. Они были, конечно, в шоке, и возмущались, и жаловались начальству, потому что как так, почему иностранцы, которые приезжают сюда работать, получают выгодные условия, а мы работаем за такую же оплату, и условия в нас хуже. Короче, это все такая вот петрушка, которую нужно реально понимать, и опять же, наверное, уже поймет тот, кто здесь проживет большее количество времени, и будет сталкиваться постоянно с такими подобными случаями. Опять же, ребят, еще раз повторюсь, нужно понимать, куда вы едете, если предоставляются офигенные условия, опять же, офигенные, понятно, что у каждого свои, но если у вас живет 2-3 человека с новым ремонтом, предоставляется постельное белье, Wi-Fi, кухонный утварь, туалет, все на двоих-троих человек, это классные условия жилья, а если еще пешком ходите на работу, так экономия это вообще крутая, поэтому не нужно думать, что жилье здесь должно быть для вас бесплатным, и вам обязаны его предоставить бесплатно, это неправильно. Ну и самая популярная ошибка будущих работников, это опять же, мое мнение, да и все, в принципе, что я сказал, это все мое мнение, мнение нашего канала, канала Marus Life, сюда приезжают в Чехию по биометрии, либо польским каким-то документам, лишая себя всех абсолютно прав, попадает в трудовые рабства, не получает должным образом полную зарплату, не получает должным образом медицинское обслуживание, а потом рассказывает, что в этом всем виновата Чехия, и чехи, и полицейские, и посредники, и короче, все виноваты, но только не они. Ребят, это самая большая глупость, ехать сюда по биометрии, якобы сэкономить. Есть пословица, скупой платит дважды, вот она, как правило, всегда применяется в тех случаях, когда ребята хотят сэкономить, приехать сюда по биометрии, попасть на самые худшие условия, какие-то по работе, ничего не предъявишь при этом, и будешь работать как раб. А в некоторых случаях забираются эти паспорта, и ты работаешь тут по полгода, потом получаешь депортацию при выезде, через границу, громедные штрафы, и просто все проклинаешь. Ну и получить опять же какую-то депортацию максимум на 5 лет для въезда в Европу, я не вижу вообще в этом смысла, чем допустим заплатить за рабочий документ максимум 100 евро, при этом получив легальные документы на весь срок пребывания в Чехии. Тем более под каждым нашим видео есть контакты о трудоустройстве в Чехии. Это легальная работа, это проверенные ребята, которые вас не кинут ни под каким предлогом. Смело обращаемся, смело звоним, пишем, и едьте себе спокойно и легально в Чехию, работайте, зарабатывайте, просчитывайте и так дальше, то есть все что угодно. Зачем себя нарожать на какую-то там депортацию, биометрию и все остальное. Ну а там конечно каждый сам выбирает, правит, что ему нравится, ехать так или не так, мало или больше. Еще у меня есть для вас информация, мы начинаем сбор средств для нового оборудования нашего канала. Старое, к сожалению, приходит в непригодность, да, бывает и такое, поэтому будем покупать новый ноутбук и будем собирать средства на новую камеру. Кто хочет поучаствовать, ребят, буду признательны. Если мы вам помогли в каком-то вопросе, консультации, воссоединении семьи, сми наработодателя, либо что-нибудь другое, либо просто вам нравится наш канал, под видео в описании найдете ссылочки, где вы можете поделиться, там 50-100 гривен, может быть 50 или 100 крон, кто сколько хочет по желанию. Знаю, что мы многим помогли, и поэтому, надеюсь, мы вместе быстренько соберем необходимую сумму, закупим новое оборудование, и наш контент будет еще ярче, еще качественнее, и еще быстрее обрабатываться и выходить на наш канал. Поэтому, кто желает поучаствовать, еще раз повторюсь, все ссылки под видео, карточки, чешские, украинские, донаты, и так дальше. Вот такие вот ошибки зарабячан, которые я лично вижу, которые я лично озвучил в этом видео. Если есть что добавить, друзья, добавляйте, делитесь своим опытом, потому что его на самом деле очень много у всех, и каждый, я думаю, может что-то рассказать, добавить какую-то свою историю. Если вам понравилось это видео, то поддерживаем его своими лайками, также делимся своими комментариями. Ну и не забывайте подписаться на наш канал, кто этого еще не сделал, делиться репостами с вашими друзьями, и уже увидимся с вами в следующих выпусках. Так что всем удачи, всем спасибо за просмотры, увидимся в следующих выпусках. Всем пока!